Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас в стенах Казанского федерального университета. Сегодня у нас в гостях историк-востоковед, арабист, генеральный директор аналитического центра Катыхон, представитель фонда святителя Василия Великого, наш дорогой Михаил Ильич Якушев. Приветствуем гостя! Лекция сегодня будет посвящена теме сегодняшней лекции «Первое описание европейским путешественникам мечети Айя-София 1672 года». И мы предоставляем слово нашему гостю. Спасибо. Микрофон мне не нужен? Меня слышно так? Добрый день. Я очень рад, что нам представилась такая возможность в стенах Казанского университета поговорить об теме, которая впервые постигает уши и сердца студентов, преподавателей, слушателей. Я впервые об этом рассказываю, поэтому то, что вы услышите, это как бы пока еще не описано ни в одном учебнике, ни в книгах, но в ближайшем времени, я думаю, скоро мы сможем это прочитать уже в напечатанном виде. Название лекции перед вами, но оно слишком такое общее, упрощенное. А я бы мог его назвать, дать ему второе название, но более для вас интереснее, потому что наш пытливый ум всегда должен понимать, что лежит за тем или иным выражением, особенно, когда это непонятное выражение. Я бы назвал его латинский или французский или католический «Аюб» или «Аюб» в Святой Софии в 1672 году. Здесь важно обратить внимание, кто такой был «Аюб». И подсказка лежит в истории ислама, когда пророк Мухаммад в 1622 году с подвижниками перешел из Мекки в город Ясреб, будущее Медина. Медина Мухаммад, город Мухаммад. И среди его сторонников, тех, кто поддержал его и следовал за ним, был некий «Аюб». И вот по преданию османскому, ну это считайте как апократ, предание, этот «Аюб» в 7 веке в ходе осады Константинополя, а арабы, арабский халифат очень мощно шел на север, поедая, пожирая части Восточно-Римской империи, Византийской империи, и дойдя до Константинополя, решил его осадить. И вот этот «Аюб» — это опять же по легенде, по апокрифам мусульман. В разговоре с византийским оператором, мы не знаем, кто он, источников никаких нет, договорился, что если он разрешит помолиться Святой Софии, то осада будет снята. Якобы помолился, разрешение такое получил, и осада не была снята, и в бою при взятии Константинополя он пал смертью храбров, и это было, теперь они датируют уже 7-8 веком. Интересно то, что когда взятие Константинополя, а мы 29 мая отмечали вот эту для нас трагическую годовщину, для мусульман это триумфальная годовщина, 29 мая, буквально два дня тому назад, то накануне взятия, когда Константинополь был осажден, воины отыскали все-таки могилу вот этого Аюба, или Эйюба, или Аюба, тюрки и арабы здесь гласные меняются. Они нашли эту могилу и стали туда приходить и, так сказать, молиться, и просить, так сказать, чтобы Господь, Аллах, даровал победу им при взятии этого святого города. Ну вот представьте, 7 век и 15 век, как это могло все сохраниться, но мы с вами эти вопросы, как бы, так сказать, оставляем просто в голове, но это место стало святым для мусульман, османов, потому что там они построили мечеть в честь и во имя Аюба, и уже после взятия Константинополя все последующие султаны, которые сходили на вошедствие на престол, они коронацию проходили, но если коронация в кавычках, если византийские императоры короновались в Святой Софии, то султанские, османские падишахи и султаны короновались именно в мечети Аюба. Вот такой вот символ. То есть они берут свое начало в том самом, так сказать, веке сподвижника пророка Мухаммада, который завещал, что в свое время Святая София станет мечетью. И вот этот, так сказать, завет пророка Мухаммада, он жил и живет в сердцах любого мусульманина, и кто изучает, как будет наследие османской цивилизации и истории. Так вот, мы с вами говорим о латинском или французском юбе, но католике. Так получилось, что был такой путешественник, купец, очень богатый человек, который получил задание от Людовика XVI, он в своих путешествиях пять раз посетил Индию и дошел до Японии, в России был не раз. Кстати говоря, на 1984 году в России, в Москве он и скончался, отправляясь в очередное путешествие, Таверния. И вот этот Таверния написал книгу «Новая реляция о внутреннем устройстве сераля высокого сеньора». Ну, это высокий сеньор или великий сеньор, это имеется в виду султан. Так в европейской традиции его часто именовали. И эту книгу он издал в 1675 году. А до этого еще один француз по фамилии, по имени Лиом Жозеф Грилло, прочитав эту книгу, она была переведена тут же на различные языки, на старом французском, на старый английский, на старый немецкий языки. И она была очень популярна, ее все знали. И эту книгу Таверния подарил Людойку XIV в дар, потому что он как бы выполнил его поручение. Но Грилло, наш с вами герой, наш с вами «эйюб», в кавычках, он, прочитав эту книгу, увидел, что он не выполнил как бы просьбу, мягкую просьбу Людойку XIV, если возможно будет, не будет связано это для вас с большим риском, описание Святой Софии, дайте, пожалуйста. Почему Святой Софии? Потому что Айя София, это святое место для уже мусульман, мечеть, она имела статус как Мекка и Медина и Иерусалим. То есть для византийских императоров Святая София, это был второй Иерусалим. Для мусульман Иерусалим, это было первое место, куда они обращали лик свой при молитве. И тот же Мухаммад через некоторое время поменял, сказал, нет, будем обращать лицо к Мекке, вот молимся на Мекку. И для мусульман очень свято то, что в Мекке, в Медине и в Иерусалиме. И надо сказать, что Мехмед, когда завоевал Святую Софию, Святал Константинополь, то он первым делом, когда спешился с коня, по вторую версию, на коне зашел по телам убитых рамейцев, римлян, на коне доехал до алтаря, спешился и спросил у греческих священников, где тот камень. По преданию, этот камень был с осколков, так сказать, разрушенного храма Соломона. А это третья исламская святыня Алякса. Поэтому этот камень был в Святой Софии, по преданию исламскому. И поэтому, так сказать, для Мехмеда вопросов не оставалось, это будет моя мечеть. Став мечеть, она получила статус как Мекка и Медина и Иерусалим. Туда нельзя было зайти христианам. При том понимании, что современный историк турецкий пишет, что христиане для мусульман, они считались прото-мусульманами. Почему прото? Потому что они веровали в единого Бога, но они не унаследовали учение Мухаммада, пророка Мухаммада. А вот мы его получили, и поэтому наша вера самая правильная. Раз так, то христиан пускать мы, даже если вы прото-мусульмане, мы вас не будем. И патриарх, так сказать, поменял свою кафедру на другое место, в церкви святых апостолов. И дальше он потом переселялся, патриархи переселялись несколько раз, по-моему, четыре раза, оказавшись уже в квартале Фонар, где сейчас они и пребывают. Так вот, Грилло загорелся желанием все-таки попасть в Святую Софию, не имея на то благословения от Людовика XIV. Людовик XIV, получив книгу о Сирале, был возгорделся, потому что ни у кого из монархов в Европе такой книги не было. Но у него не было описания Святой Софии, и Грилло решил, вот я-то дай-ка попробую. И он начал пробовать. И надо сказать, что человек удивительной храбрости, потому что и такой, знаете, авантюризм. Авантюризм – это приключение, любитель приключений. И вот он не стал описывать в своей книге Сираль, потому что он был написан в Таверне его предшественникам. Но он как бы сказал, вот ты бы имел благословение от Людовика XIV и не выполнил его поручения. Святая София стала недоступна. А вот я возьму и попробую. И тогда он пошел на рискованное предприятие, на которое не отважились даже те, кто, так сказать, имел дипломатическое прикрытие. А французские послы были с XVI века первые, кто открыл посольство там. И имели очень тесные отношения. Более того, в политическом отношении османский султан часто использовал влияние Франции на европейском театре действия. Поэтому отношения уже тогда были очень прочные. Нас пока там не было. До 1702 года, когда Петр Андреевич Толстой был послан Петром Алексеевичем по Константинопольскому трактату, еще пройдет очень и очень много времени. А французы там в Стамбуле были, но попасть в Святую Софию они не могли. Потому что они были неверные киаферы. И в этом смысле Грилову сказал, я попаду. Потому что в Мекку тоже были европейские путешественники, пытались проникнуть, но часто для них это корало смерти, потому что их раскалывали, снимали штаны, и видели, что они, так сказать, не верны. И, в общем, или убивали, или делали необрезание. Так вот, Грилову, несмотря на этот риск, он сказал, что, так сказать, я попробую это сделать. Он подробно описал свой хитроумный план проникновения Святой Софии. Его интригующее вот это повествование с такими трудностями, с какими пришлось осуществить этот план проникновения, он описывает, почему он решился на это. Он пишет, что страсть лицезреть и обладать тем, что запало в душу, оборачивается для нас порой разными бедами и напастями. Мы зачастую жертвуем ради того, всем тем, что должно быть для нас самым дорогим. В Константинополе мне повстречались два человека, один из них был Таверниер, получившие от его христианнейшего величества, понятно, что это король французов, следует в 14-й повеление путешествовать по всему Востоку, чтобы привести оттуда планы, рисунки и верноподданнические реляции обо всем, что они обнаружат там, из всего того, что заслуживает его высочайшее внимание. И прочитав в реляциях Таверниер то, что они все-таки не описали, не попали в Святую Софию, он поклялся, что он сделает это несмотря ни на что. Предвидя опасность, грозящая любому, кто мог бы отважиться не только попасть, но и рисовать Святую Софию даже извне, попытаться делать ее замеры, осознавая, что длинные халаты, борода, соответствующие статусу врача, коим он, собственно, и обладал в этой стране, он приобрел внешность местного османлы, османского подданного, но по одежде было видно, что у него не было белого тюрбана, а все остальные одежды, плащ, борода длинная, усы, она свидетельствует о том, что он местный. И значит, он познакомился с одним греком-ювелиром, который всячески хотел ему помочь, и он его свел с сотрудником мечети Святой Софии, с мусульманином. Грек жил неподалеку от церкви Святой Софии и должен был хорошо знать служителей, и узнав о его замысле, он сделал все, чтобы связать его с этим работником. За эту готовность оказать вот эту услугу, ему пришлось преподнести небольшой подарок. Дальше он пишет, «Я оставил ему на выпивку венецианский цехин, который стоил около семи ливров и десяти суп, десять суп, и обещав заплатить ему еще больше, если с его помощью я смогу попасть в Святую Софию, нарисовать и измерить там все, что захочу». «В назначенный день этот грек пришел ко мне в Галату», пишет Грыло, «где я жил и отвез меня в Константинополь к человеку, проживающему неподалеку от его дома». Что же касается доверия к этому человеку, то его было гораздо больше, если бы он выпивал столько же вина, сколько наливал лампадного масла. Это был Мухтар Агасы или Кандилавджи. То есть старший из тех исламских служителей кое следили за масляными светильниками в мечети, освящающей ее. Контора, мухтариат его, была отнюдь не маленькая. Дальше он описывает, так сказать, место, где рабочее место было этого мусульманина, и пишет, когда я подошел к нему, он мне сказал, что ювелир рассказал ему о желании художника и врача, он был еще и художником Грыло Поведов, о том, что он хочет снять замеры и чертежи того, что было нужно Грыло. Но надо иметь в виду, что ни один геур, геур или неверный, не мог допущен быть туда ни под каким предлогом. Это запретное место, и стал как бы набивать себе цену. По ответу собеседника было нетрудно понять, что к нему нужно было подобрать какой-то другой, необычный ключик, дабы он открывал мне галереи святой Софии. Очень, кстати, пришлись очень красивые часы, купленные мною по случаю за три венецианских цехина. Оценивались они дороже шести цехинов. Я специально взял их с собой с намерением подарить часы ему, если он удовлетворит мою просьбу. Итак, я вынул эти часы, как это делает человек, который хочет посмотреть который час, и открыл их прямо перед лицом собеседника. Этот Мухтар Агасы полюбопытствовал, можно ли было бы на них взглянуть поближе. Было заметно, что часы ему очень понравились, и он спросил, не могу ли я ему их продать. Я сказал, что часы обошлись мне в десять цехинов. Но раз они так ему понравились, то я бы мог отдать их ему бесплатно в качестве подарка, джаба. Если с его помощью я мог бы заходить внутрь святой Софии до рассвета и работать на галереях в течение трех-четырех дней в разное время, и даже не выходить из нее до завершения вечерней молитвы. А поскольку я думал, что только один обладал ключами от галереи, то ни он, ни я ничем не рисковали при условии, что Мухтар Агасы никого не впустит, пока я буду там работать. Провив живой интерес к обладанию таким подарком, старик, которому явно приглянулись мои часы, немного подумал, сказав об этом, ах, дьявол неверный, ты просишь слизком дорого за свои часы. Однако, видя мое страстное желание добиться своего, он затем добавил, что охотно предоставил бы мне со своей стороны то, что я просил. Но старик был не единственным обладателем ключей от этих галереей, поэтому для полной гарантии ему требовалось переговорить об этом деле с двумя другими служителями мечети, у которых, как и у него, имелись ключи от всех дверей. Он дал понять, что и для них мне следует предусмотреть некий подарок. Таким вот способом я бы сумел получить то, о чем просил. Кроме того, он обещал предупредить меня через ювелира, что еще он мог бы мне помочь в другом деле. Что до грека, то он то ли из-за привязанности, то ли из-за банального интереса проявил живое участие в этом предприятии, упрашивая канделаджи, то есть фонарщика, если я могу применить к нему этот термин, исполнить свое обещание как можно скорее. Через несколько дней грек явился ко мне, радостно сообщив, что дело мое решено и что от меня требуется лишь приехать на следующий день в понедельник в Константинополь, где во время утренней молитвы я должен буду стоять у боковой двери мечети, которая непременно откроется благодаря моим часам и дополнительным четырем цехинам, которые должны быть переданы двум другим служащим, о которых мне было сказано. За все это время я был волен измерять, рисовать и делать все, что захочу в галерее Святой Софии. Это то, что представляют современные ученые, как могла выглядеть Святая София в византийскую эпоху. Дело в том, что у нас нет точных данных и источников, по которым мы могли бы установить, как она выглядела в то самое время. Мы знаем, что она была связана с старым императорским дворцом напрямую, что там была колонна с истюняном, она вот перед вами, что в ней были входы и выходы, которые связывались и с патриаршем резиденции, что там вокруг жили епископы, которые приезжали на соборы, но точное описание у нас, к сожалению, не сохранилось, поэтому вот такая форма, как представлялась современным ученым, так выглядела Святая София. Вот книга, которую уже написал наш герой Грило, она называется «Новая реляция» или «Новый доклад об одном путешествии в Константинополь» в ответ на книгу, которая также называлась «Новая реляция о внутреннем устройстве Султанского дворца». Это был как бы ответ. Вот подошел Грило к Святой Софии, так он ее описывает. Вот она в таком была виде. Вот сейчас, слава богу, мы имеем возможность видеть то, что было в 1672 году. Фотографии тогда еще не было, но он, как и художник, может быть, не очень профессиональный, потому что последующие рисунки все были лучше и краше, но он передал все и описал то, что мы с вами здесь видим. И вход, вот если вы видите, люди где стоят, если прямо в ворота пройти, справа будет тюрбе, это мавзолей султанов. Начиная с Селима II они хранили, завещали хранить себя, их сыновья, их жены и матери тоже клали здесь. Но не везде, не всякий султан решался там себя похоронить. Он завещал, обычно по мусульманской традиции они строили или в другом городе, или в Константинополе мечеть во имя себя. То есть, если ты Селим, значит, ты мечеть Селимии. Если ты Махмуд, значит, мечеть будет Махмудии. И там по завещанию его хоронили, она была во имя его, и его дети тоже могли быть похоронены там. Так вот здесь, начиная с Селима II, они уже делают Святую Софию местом захоронения султанов. Султан имел титул, в отличие от пророка Мухаммуда, титул халифа. Халиф – это то, что следовало за пророком. По святости он был ниже, потому что он не был пророком, но он был халифом, он был главой исламской уммы, самым главным человеком для мусульман. И с XVI века в Османской империи султан забрав, там они повесили султана в Каире в 1517 году, местного султана османы, и забрали оттуда халифа. Привезли его в Константинополь, и потом по преданию и историческая наука подтверждает это, что халиф решил отказаться от своего статуса, передав его султану. В Святой Софии состоялось богослужение, где он свой халат халифский передал османскому султану, и теперь султан имел титул и хана царя, и халифа. А халиф теперь и султан, и халиф, то есть он и светский, и религиозный начальник всей османской уммы, османского мира, и в том числе над всеми православными, над иудеями, те, которые не обладали, не входили в состав умы-лисламия. Так вот, он попадает сюда, как он здесь пишет, и рисует. А рисовать было, как он это сделал, конечно, надо обладать глазом художника, он передал достаточно точно все, что он видел. И надо сказать, что его рисунки использовались не только, это был в 17 веке, в 1672 году, в 75 он публикует книгу, а в 17 веке его картинки публикуют другие, так сказать, издания, и англичане, и немцы, все на основании его рисунков, потому что это был первый источник. До этого никто не знал, как она выглядит, близко подойти, может быть, можно было, но рисовать, это за это можно было лишиться, в том числе, и жизни. А это с какой, сейчас, с западной стороны она здесь? Вот, смотрите, здесь южная страна, вот эта южная. Вы прямо заходите, прямо заходите, и там, попадая, направо поворачиваете, и будет нарфик или нартекс. По-русски это притвор. И дальше идете по той стороне, и входите в ту часть, которая вот здесь, видите, буковка B, она туда, это восточная часть, вы заходите и попадаете в молельный зал. Кто-то был, наверное, в Стамбуле? Вот, есть еще изображение, вот это уже его же изображение использовано, но в другом издании, то есть его рисунок был очень популярным, потому что Людовик XIV гордился тем, что ни у кого этого не было, и попытки других королей посылать людей ни к чему не привели. Вот об этом надо иметь в виду, что это был действительно подвиг человека попасть туда, не имея на то никаких султанских полномочий, ни фирмана, по которому мог туда зайти. Вот с другой стороны мы видим, видите, вот эта часть, это боковая часть тербы будут, вот здесь, где буковка N, это тербы, это юг. Мы с вами, фактически получается, с северо-западной стороны, вот северно-западный угол. Это тоже Грилло. А тут Грилло пишет очень интересную, так сказать, картинку. Слева у нас минарет, слева у нас Святая София, и вот этот угол, он там, султан, из вот этого, это называется Баби Хумайом, императорские ворота, он следовал сюда и заходил в углу спешивался с коня, это большая такая, у меня будет отдельная лекция по шествию османского султана, тоже описанная, так сказать, другим французским, но уже писателем написал великолепно, там язык просто одно удовольствие. Вот он описывает, как он входит и обратно возвращается, как потом, что совершается в Сирале. В Сирале, это султанский дворец. Здесь на этом месте потом появится Ахмед Третий, фонтан, очень красивый, самый красивый считается фонтан, это Ахмеда Третьего. Построил его Ахмед Третий личный враг Петра Алексеевича. Романова, который объявил на войну в 1610 году Прудский поход, вы помните, и это Ахмед Третий, это тот человек, который приютил Карла XII, у себя, дал ему статус султанского гостя и с остатками недобитых шведов, около 3000 человек, они бежали в Бендеры, под Бендерами встали лагерем, там тренировались, учились, получали деньги от Османского престола и науськивал Карл XII на то, чтобы он напал на царя, объявил нам войну, объявил все-таки в 710, после 709 года бегство, повлиял, но через три года взял штурм в его лагерь, а потом и припроводил, а Карлу XII тоже надо спасибо сказать, да, был такой случай, он направил своего офицера Лоаса, Корнелиус Лоас в 1709 году, офицер, будущий генерал, приближенный к нему, Карл XII говорит, давай-ка в Османскую империю я договорюсь султаном и пиши Египет, Сирию, Палестину, Ливан и, естественно, Константинополь, имея уже Ферман разрешение, он делает свои рисунки более профессиональные, больные, точные, это уже как бы ответка Людовику XIV, но, повторяю, первопроходец у нас Грило, а Лос это человек, который более подробно описал Святую Софию и более профессионально. Вот схема, которую нарисовал Грило, в чем он делал замеры, это первая была схема, до него так точно никто не мог это описать. Ну, продолжим его чтиво. Я никогда не плативший в Константинополе и 25% за переводные векселя, поскольку меня никогда не заставляли держать в них мои воры, жадный был товарищ, очень тяжело расставался со своими вещами и полагавший, что моих часов будет вполне достаточно для удовлетворения моего любопытства, с болью и горечью вынул еще четыре цехина, то есть 10 икил, из своего кошелька, полнота которого оставляла желать лучшего. Однако, после многочисленных контрпредложений с моей стороны, видя, что эти аргерофилы, сребролюцы, любители звонкой монеты, никак не хотели идти на снижение заявленной суммы, постоянно ссылаясь при этом на риски, которые мне следовало принять во внимание, я все же сдался и был согласен уже на все, чтобы провести из Константинополя то, что никто не мог сделать для меня. Вот чувство гордыни здесь, слава богу, потому что, ну, молодец. Итак, я отправился на назначенную встречу и, предвидя, что проведу за работой весь день, взял с собой необходимую провизию, круг булонской колбасы и бутылку вина с хлебом на весь день. Этого было не так уж и много для поддержания жизненных сил на один день, но более чем достаточно, чтобы лишиться жизни, если, не дай бог, меня застегнут в мечети с запоеданием колбасы, приготовленной, как известно, из сала и свинины, и за распитием вина, что по закону тура категорически воспрещается. Мой первый день работы на галереях Святой Софии прошел спокойно и меня никто не прерывал. Я нарисовал план и произвел все замеры, но на следующий день, когда я вернулся, чтобы вновь начать рисовать, мои дела пошли не так гладко. Сразу после полудня, когда турки завершили молебен, а я свой перекус, сквозь колонны на другой стороне галерей, в конце церкви я заметил какого-то высокого мужчину, направлявшегося в мою сторону. Он вошел на хоре через другую дверь, а не через ту дверь, которую мне открыл мой проводник. Этот человек был явно выше старика ростом. Увидев белый тюрбан на незнакомце, я поначалу подумал, что теперь все зависело только от меня и моей реакции, если он знал обо мне или если он знал кого-то из тех, о ком говорил со мной Мухтар. Поскольку я ел и пил не так давно, когда совершал самолебен, то я подумал, что кто-то наблюдал за мной снизу или откуда-то еще. В то время, когда люди склоняли голову в мечети, чтобы воскликнуть целую землю Аллаху Акбар, велик Аллах, я себе, я поднимал свою до галереев бутылку, чтобы выпить за здоровье мусульман, подливая себе еще вина и что-то напевая при этом, когда турки пели свои молитвы. Я не знал, что делать, ничего не чувствовал в тот момент, когда до полного замешательства. А так как вокруг было разбросано чересчур много бумаг и других принадлежностей, которые нужно было спрятать за стремительно летящее время, то я запаниковал и в полном смятении стал гадать, какую сторону мне занять и что сказать этому турку, неуклонно приближающимся ко мне. Я чувствовал себя так, как будто меня застигли на месте преступления, за которое мне не будет прощения, даже если я буду посажен на кол или сожжен на костре после встречи в мечети, где я рисовал человеческие изображения, пил вино и ел свинину, что относится к трем смертным грехам в Магометанском законе. Еще по шариату. Мое смущение было безгранично, и я должен признаться, что никогда еще в жизни не испытывал подобного страха, и что мысль о надвигающейся поминутной неминуемой смерти никогда не поступала ко мне так близко, как в этот день. Поэтому предвидя, что мне придется вскоре сделать решительный шаг, дабы не оказаться между бутылкой и колбасой, которые находились при мне, я быстро спрятал их под ковриком в углу со всеми своими бумагами и вынув четки и имевшуюся у меня книгу Петруса Гиллиуса, быстро вернул на свое место, приняв позу человека, завершавшего свою молитву. Я ждал, когда подойдет этот незнакомый турок, который пока еще не заметил меня, потому что я был одет по местной моде и сидел по-турецки, скрестив ноги, а он смотрел вверх на верхние галереи и купол. С каждым его шагом по направлению к верхнему вестибюлю, где я расположился, рисуя нижний ярус церкви, мой страх усилился все больше. Однако, поскольку он шел довольно медленно, я успел собраться с мыслями и найти верное решение. Это было одним из тех решений, которые мне приходилось принимать не раз после приезда из Рим в Турцию, где я мог тысячу раз лишиться жизни, а не только крайней плоти, наличие которой у ее обладателя является свидетелем принадлежности его к христианству. Поэтому я решил, что лучше всего для меня при этой встрече было бы довериться своему первому инстинктивному чувству и изобразить человека, завершающего молитву, используя для этого вместо себя свои четки. Самые набожные турки всегда так говорят после намаза или после коллективного молебна. В левой руке я держал открытую книгу, которую едва ли хотел читать, а в правой четке, которую я неспешно перебирал. Когда этот турок подошел ко мне, чтобы сказать «Салям алек, брегавидигаур, мне ухлизэм бунда», то есть «Привет, неверный дьявол, что ты здесь делаешь?» Я ответил ему, заглядывая в свою книгу и перебирая две-три бусинки на четках, как это делают мусульмане. «Сударь, я заканчиваю молитву, пожалуйста, подождите минуточку». После чего преклонил колени, осенил себя крестным знаменем и встал для разговора с ним. После «Салям алейкум, ага» или «Добрый день, сударь», я сказал ему, что ему не следует удивляться при виде одинокого христианина на галереях Святой Софии, поскольку он наверняка знает, что этот храм был построен христианами, которые всегда отличались большой набожностью, и что, будучи одним из тех, кто испытывает огромное благоговение перед этой церквью, я с большим трудом добился разрешения прийти сюда, чтобы помолиться здесь и провести несколько часов в молитве. А тот, кто провел меня сюда, вскоре должен будет прийти и открыть дверь, дабы меня выпустить. «Серьезная мина на лице турка, оказавшегося одним из тех двух других служителей, которым мне пришлось заплатить еще по 20 хина, тотчас пропала, и он расхохотался от смеха, заметив на моем лице все еще сохранявшийся страх, который он нагнал на меня, и вспомнив то скоропалительное оправдание, которое я для него придумал. Он успокоил меня и сказал, «Не бойся, Адам, божий человек, я прекрасно знал, что ты находишься здесь». Он выразил желание взглянуть на мои работы, которые мне пришлось ему показать. Закончив свой обход, он вернулся туда, откуда пришел. После того, как он оставил меня в покое, я опустошил остаток моей бутылки, чтобы отправиться от пережитого ужаса и собраться с духом, присутствия которого я почти уже не ощущал». Ну вот, я не случайно зачитал вам этот текст, потому что передать ужас нашего с вами героя, который занялся тем, что стал рисовать то, что было запрещено категорически, но здесь мы с вами видим и реакцию местных мусульман на попадание вот в эту мусульманскую теперь уже святыню и реакцию нашего французского художника и путешественника. вот если войти в молильный зал, вот так Гриллона передал изображение восточной части и алтарной части святой Софии. Здесь вы помните, он сказал там христианские образы, вот эти образы, они были в 1672 году. Мы с вами увидим, что на конхе богородица с младенцем на коленях жалко, увеличить нельзя, но вот нету жалко указки. Посмотрите повыше, спускайтесь в купол ниже, вот вот здесь, вот здесь богородица с младенцем, известная вам. Здесь Вима, на Виме в центре спасный рукотворный под вуалью Вероники, святой Вероники, архангел Михаил, архангел Гавриил. В то время, в 1672 году мы еще с вами его видим, но почему-то у Лоаса, у шведского художника и инженера мы не видим уже образа спаса и рукотворного, хотя в последующем репродукциях он опять появляется. Здесь мы с вами видим на своде богородица в центре и четыре святителя по бокам. Мы с вами видим лики Серафимов на парусах на восточных парусах. Но Грилоп решил проявить христианскую сознательность и добавить их на западных парусах. Сейчас я покажу. Вот видите, здесь мы с вами с востока теперь смотрим на запад. Видите, появляются те же самые Серафимы на парусах в углу. На самом деле их там не было. И в своем описании, которое он оставлял, он пишет, что два Серафима. А английский переводчик в другом английском издании, переводя эту книгу, то ли невнимательно, то ли решил довериться больше рисунку Грилло, он написал, что четыре Серафима. На самом деле было два, и это было рукой Грилло написано. Просто он решил свою мечту христианина воплотить в жизнь, чтобы добавить этих двух Серафимов. А эту мечту реализовал уже наш русский архитектор Гаспар Фассати. Он, правда, был итальянского происхождения, но после нашим императором на ремонт капита, на строительство русского посольства в Константинополе. И он совершил по просьбе османского султана Адельмаджида капитальный ремонт Софии. И он вот здесь этих двух Серафимов сделал фрески, сам написал. Поэтому, когда вы сейчас увидите, то первые на восточных парусах вот здесь это Серафимы исторические мозаичные изображения, а здесь уже они не исторические, потому что во-первых, Грилло здесь нарисовал то, что мечтал увидеть, а Гаспар Фасати решил компенсировать вот этот недостаток. Поэтому облик ее постоянно менялся. Но со временем исламизация, когда подвергала Святая София в дальше века, то, конечно, все меньше образов христианских оставалось, и уже в середине в 18 веке она полностью утратила свой христианский облик, за исключением как раз вот этих наших двух Серафимов, которым лики замазали, а потом даже и заложили такими золотыми звездами. Но их оставили, потому что по исламской традиции архангелы и ангели Маляйка в Коране есть они, они не относятся к живым существам, а по исламу изображения живых существ, даже животных запрещены, а вот листочки, это, так сказать, трава, растения, это, пожалуйста, кубы, ну вот, например, Гаспар Фассати многие вещи восстановил, кресты делал такие андрейские, как бы, косые, вот, и во многих узорах, орнаментах вы увидите, так сказать, присутствие крестов, которые, так сказать, были округлены, вот так он боролся с исламизацией и о мечети у него, но это другой уже разговор, вот, а вот сейчас вы имеете возможность посмотреть, так сказать, то, что Грилло нарисовал, он описывает очень интересно то, что, сколько у нас минут, чтобы я просто не задерживал ваше внимание, сколько? Значит, он очень хорошо описал как раз те предметы, которые мы с вами здесь видим, вот, по бокам трибуны, и на восточной части, и на западной части мечети, это вот то, что видел Грилло, как молятся они, но рисунок не принадлежит Грилло, вот, кстати, размер Серафимов 11 метров высота, это в рассказе о том, как происходит молитва, бывали, совершались, описывают Грилло, когда он в полупьяном виде видел, как молятся мусульмане, его заинтересовал тот момент, что, когда молились мусульмане в мечети, то их было очень много, вот эти коврики, ковры здесь постелены, и здесь, там, видите, склонившиеся фигуры, там вход, колодец в цистерну, собирали в воду, и люди, которые молились из этого колодца, люди доставали воду и обливали, и давали пить тем, кто особо вошел, ходил в раж, распаляясь во время молитвы, и они тем самым удаляли свою жажду. Здесь мы видим с вами урны, он называет урны, вазы, считалось, что это из древнего города пергамм были доставлены, высечены из монолита, мрамора, и установлены в Святой Софии, но не в визандийскую эпоху, а уже это было сделано при османских султанах, и считалось, что здесь раньше в пергамме использовались это как святая под святую воду. Эта традиция осталась и начиная с того момента, когда их доставили сюда, Святую Софию, если греки попадали, допустим, в 18 веке по разрешению по Ферману в Святую Софию, то они всегда бежали к этим двум урнам, наполняли святую водой, которая, кстати говоря, доставлялась здесь по водопроводу, здесь она всегда была полная, и считалось, умывались, считалось, что, так сказать, это святая вода, агиасма, вот, а мусульмане считали, что это, так сказать, просто вода, которому надо утолить жажду, и для них это тоже очень было важно. Здесь мы с вами не видим люстр, который, вот мы говорили, помните, Кандаладжи, вот этот старик, который помог пройти нашему грилу в мечеть, мы не видим более двух тысяч люстр, которые свешивались с третьего яруса на железных тросах и доставали почти до пяти метров и висели над головами молящихся. Художники специально их не указывали, не рисовали, потому что они нарушали понимание вот этого вида, который мы с вами видим. На самом деле тут все должно быть увешано вот этими масляными светильниками. Слово Кандалавт, тот, который зажигал вот эти масляные светильники, он был весь в масле, о чем пишет Грилу, но, повторяю, и Грилу не стал их рисовать, и не стали их рисовать другие художники, но на фотоснимках, уже когда появились во второй половине 19 века фотографии, мы с вами видим множество вот этих светильников, которые с третьего яруса свешивались над головами молящихся. Я с вами говорил об этих сосудах, то он пишет о легенде, которая гласила, в то время ходила, сейчас об этой легенде можете не спрашивать, она давно уже ушла в прошлое, турки не знают об этом, резинент гласит, что когда-то в храме находилась огромная ваза, наполненная водой Святой Софии. Которые верующие обычно умывали свои лица или по крайней мере промывали глаза, дало продемонстрируют их исключительную чистоту перед тем, как предстать перед величием Бога, которого не осмеливаются созерцать даже ангелы. Эти вазы напоминают вот эти уже вазы, сосуды со святой водой в католических церквях, и наверху этих урн можно даже заметить надпись, выполненную позолоченными буквами на греческом языке, в красивом ретроградском стиле. Смой все грехи, а не только умой лицо. Дальше он пишет то, что я вам вкратце уже сказал, но он описывает вот эти трибуны, о которых мы с вами упомянули, по бокам. Вот видите трибуны? Здесь и здесь. А это западная сторона, на восточной стороне тоже трибуны по бокам стоят. И почему? По периметру центрального нефа, как на северной, так и на южной его стороне, друг против друга установлены четыре небольшие мраммельные трибуны одинаковой формы и размера. Турецкие мастера соорудили их, пишет Грило, в виде трибуны на четырех столбах, напоминающих балконы итальянских музыкантов. Только перила на них установлены гораздо ниже, для того, чтобы молящиеся могли наблюдать за жестами тех, кто там находится. Там находились муэдзины. Эти трибуны называют по-турецки «Теблих» по-османски «Махвили Муэдзин», предназначены для муэдзинов, выступающих в роли дирижеров или трибунов коллективного намаза. На самом деле, они ретранслировали то, что слышали перед собой. Подобные ложи, как и размещающиеся на них служащие мечети, бывают только в больших соборных мечетях, поскольку в маленьких по площади молитвных помещениях в них нет необходимости. В небольших мечетях достаточно одного проповедника, хатыба или имама, или его заместителя. Функцию хатыба во многом совпадает с обязанностью нашего проходского священника Кюре во Франции. А для сельских мечетей, как и в наших маленьких приходах, один имам совмещает в одном лице и имама-предстоятеля, и муэдзина-глашатая, и мухтара-лампадника, и капиджи-уборщика. Я специально, так сказать, давал и османские, и русские, чтобы было просто понятно. Но в больших соборных мечетях, часто посещаемых мечетях, таких как Святая София, существует потребность в таких вот ложах. По виду Ая Софии напоминает огромный корабль с мусульманами на борту, которые находятся далеко от молящегося перед них рабом имама, и не могут услышать или разобрать его слов, а значит, и не понимают, когда им нужно восклицать и когда падать на колени. Нередко из-за этого происходит диссонанс и разрозненность действий молящихся, что даже приводит к крайне нелицеприятным конфузам. Когда некоторые бустанджи, бустанджи вы с вами видите, вот наверху видите, бустанджи – это специальная турецкая охрана, спецназ, охранники султана, но у них острые, в 17 веке у них острые колпаки, в 18 веке от них отказались, они уже были другого вида. Но вот бустанджи он описывает, поскольку это 1672 год. Когда некоторые бустанджи или другие молящиеся, поцеловав пол, встают с колен и цепляются острыми концами своих конуснообразных колпаков за одеждой впереди стоящих ядоверцев, опускающихся на колени. Подобные эксцессы в итоге нарушают молитвенную умиротворенность и гармонию во время богослужения. Муэдзины, располагавшиеся на этих трибунах, следят за тем, что говорит и делает хатыб или имам, который стоит у михраба, напротив, впереди, а они на корабле. И тут же громко выкрикивают толпе то, что имам произносит тихим голосом, а также подсказывают собравшимся, когда в конце каждого раката нужно восклицать Аллаху Акбар. И в какой момент падать ниц, следуя их примеру. Несмотря на то, что Гейом Криллу допускает в своем иллюстрированном сочинении ряд исторических неточностей, ошибочных толгований даже с художественной отсебятины, для Королевского двора и для читающих его произведения это было фурор. Это то, что не ожидали получить, потому что он описал это и издал в самое ближайшее время, в 1675 году, это издание. Книга получила большую известность и сам имя Гриллу, оно, так сказать, звучало, и, как я уже говорил, не только в 17-м, в конце 17-го, 18-го и даже в 19-м году всегда делали ссылки на его описание. Потому что то, что сейчас мы с вами видим, если вы спросите, для чего нужны вот эти трибуны, вам никто не даст ответ, даже местные мусульмане не знают, они думают, что это, они сделаны из мрамора, красивые, но это благодаря Гриллу, который все-таки постиг, для чего они нужны, обратился к источнику, и мы с вами теперь знаем, что как вели себя мусульмане в 17-м веке, да и это будет в 18-м веке, и в 19-м, и в 20-м, до закрытия мечети. Ну, а сейчас то, что мы с вами видим, это это как бы такая реконкиста, которая, в общем, не знаю, к чему приведет, потому что святая София, она, к сожалению, утратила для нас ту сакральность, которая была, потому что, к сожалению, мы очень много думаем, что вот эта мысль, которая нас посещает, что османы и сейчас нынешние турецкие власти должны вернуть православным. Но надо иметь в виду, что в умах турецкого народа, мусульманского народа эта мысль просто настолько звучит кощунственно, для них это святыня. Иметь в виду, надо обязательно это святыня, потому что там похоронены и их султаны, их халифы, их герои, вот, и они не отнюдь никак не испытывают никакого, так сказать, смущения относительно того, что они отобрали ее у римлян, у ромейн, у православных, потому что они говорят, да, она была в свое время базиликой римской, ромейской, православной, потом стала латинским собором с 1204 года, в 1261 году опять вернула себе православный облик, а в 1453 году она стала мечетью, получив статус вакфа, записыванное имя султана и халифа, Мехмеда, второго завоевателя, а этот статус не по исламским законам, он не отчуждаем, то есть государство даже не имело права переводить его ни в какую другую собственность, ни в частную, ни в государственную. Поэтому еще раз повторяю, что решение Эрдогана, оно не, оно, его нельзя критиковать, потому что оно имеет, он говорил, что я восстанавливаю историческую справедливость, и предаться к этому никак нельзя, потому что Мустафа Кемалета Тюрк должен был сначала отменить ислам, а потом уже менять статус этой мечети. А поскольку ислам сохраняется как государственная религия до сих пор, то решение Мустафа Кемалета Тюрка первого президента Турции, оно было неканонично. И это надо признать, надо иметь в виду. Ну, а то, что, так сказать, там и патриаршего престола давно нет, и императора византийского, римского нет, это тоже очень важно иметь в виду, потому что, так сказать, нам лучше задать вопрос, а почему это произошло? И когда мы вернемся, так сказать, к вопросу предательства, православия и поход к папе на поклон за деньгами и за оружием, чтобы не допустить осман для взятия остатков Восточно-Римской империи, тогда мы поймем, что где лежит причина того, что потеряла православный мир Константинополь, Святая София. Но единственное, что нас может с вами греть, это то, что имя Святой Софии и премудрости Божьей, что значит Сын Божий Иисус Христос, он сохранился, был сохранен Мехмедов вторым завывателем, и она называется также по-прежнему Святая София, Ая София, премудрость Божия, Иисус Христос. Так что это маленькое, но для нас утешение. Но поскольку предательство должно быть наказано, и оно покаяние за него не понесли, поэтому здесь вопрос остается открытым. Главное для нас сейчас понять, что вот видите Святая София, она живая, она вокруг нее происходит, это субъект, который влияет на нас, на наше даже сознание, понимание, меняются статусы, так сказать, империи приходят, падают, султанаты, Османская империя, так сказать, там, Турецкая Республика меняется, так сказать, меняется статус от базилики на костел, опять базилика, опять мечеть, опять музей, опять мечеть, но она не передает быть, не перестает быть Святой Софией, построенной в честь и во имя Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому меняются люди, императоры, президенты, султаны, а она остается. Вид ее, может быть, меняться, облик, но тот облик, который мы с вами сегодня познали этот облик ровно как на 17 век, на 1672 год, а последующие паломники и художники и писатели дают описание 18, 19 и 20 век. И вот очень интересно, как она менялась, как она получала все больше и больше исламского характера о мечети в своих формах во внешнем и внутреннем облике. поэтому я надеюсь, что, так сказать, вот эти вопросы философские, они нас будут всегда, так сказать, беспокоить, потому что очень важно понять, почему это произошло. Но Святая София это живой организм. Она вот это премудрость Божия смотрит на нас и пытается вразумить и поделиться частью своей премудрости. и дай Бог, чтобы, так сказать, она нас все-таки постигала и мы задавали правильные вопросы и давали на них правильные ответы. Так что если у вас какие-то есть вопросы, то милости просим, я попытаюсь на них ответить. Спасибо большое, Михаил Ильич, за такую увлекательную и интересную лекцию. И сейчас действительно есть время для вопросов. Пожалуйста, микрофон, поднимайте руки. Здравствуйте. Я хотел задать вопрос по поводу изображений. Все-таки османы как для себя объясняли эти изображения? Почему для них это было нормой? То есть более 200 лет сохранялись изображения. Вот вы упомянули Спаса Нерукотворного, Богородицы. Понятно, про Серафимов вы упомянули, а вот именно эти изображения не все-таки человеческие, а это мусульмане, суниты и так далее. Почему они сохранялись? Спасибо. Вопрос настолько, так сказать, важный, и глубокий. И он постоянно теребит умы современных ученых, которые пытаются понять, что было в головах тех богословов и султанов, которые закрывали глаза на то, что резко противоречит канонам ислама. Не может быть изображение живых существ открытым, оно должно быть закрытым. и можно сказать, попытки существуют такие, что Мехмед второй завиватель в его жилах текла, так сказать, как писали, греческая кровь, православная кровь, потому что потомки его, прабабки, прадедки, кто-то из прабабушек были сербского происхождения, потом греческого происхождения появление, потому что султаны брали в жены себе по несколько, так сказать, две, помню, княгини сербские, потом греческие, византийские, и связь была такая, что не надо думать, что мусульмане как бы чурались византийского, римского мира, связь была настолько близкая, даже приход Мухаммада Второго и занятия престола местными греческими, ну, не совсем будет правильно все-таки говорить, греческие, арамейские философы писали письма такие, хвалебные, писали, раз Господь даровал тебе возможность взять Константинополь, значит, ты наш новый император, то есть они показывали свою лояльность, и он же взял титул кайсар-жун, то есть царь римлян, и не отказывался от этого наследия, то есть для него это было, он занял в законном положении престол, более того, греки, ну, византийцы, арамейцы, которые уже попали под его власть, они всячески пытались его надоумить, чтобы он пошел туда, на Рим, и он готовился к этому, и с этого момента, когда пал Константинополь, потому что папа не добился обеспечения военной помощи, как он не обращался к европейским монархам, по просьбе византийского императора, вообще палеолог, кстати, палеолог 11, он обращался настойчиво с этой просьбой, папа всячески пытался, он обещал, что даст эту помощь, но не смог поднять войска вот этих европейских монархов, ответственность он чувствовал, но получилось так, что можно сказать, конечно, что это, мы говорим часто, что предательство Запада, предательство папы, папа очень хотел свое обещание выполнить, Константин очень хотел сохранить свою власть, патриарх тоже хотел сохранить эту власть, но все-таки в 1851 году бежал в Рим, потому что римпенитатор уже его не уважал так, как ему хотелось, и фактически без патриарша его правления, арамейского императора, оно привело к тому, что, так сказать, все равно Константинополь пал, и Мехмедзавоеватель он всячески пытался не выкорчевывать вот эту греческую и византийскую культуру, а наоборот всячески впитывало, потому что уровень византийской империи был повыше, чем у османов, но у османов, повторяю, были желания изначально захватить Святую Софию, но когда он захватил Святую Софию и сказал, когда вошел уже в храм Святой Софии, и один по преданию один из мусульманских солдат там что-то отказывал от куска мрамора, он сказал, не трогать, это все мое, ваше, так сказать, все там. Вся недвижимость, которая была в Константинополе и в Османской империи, принадлежала османскому султану, как и в Российской империи, кто был хозяином, так сказать, церквей, российский император, не святейший и священный правительствующий сенот, а императорский двор. Вот у султана и статус мечети Святой Софии сохранился императорский. Раз, это стала дворцовая мечеть, это самая-самая главная мечеть, и те фрески, которые были, что Мехмед настолько, так сказать, понимал еще и христианскую культуру, что решил только на куполе закрыть медальоном лик Христа Пантократера, Христа Вседержителя. Ну и до иконоборчества по преданиям считают, что в Святой Софии не было образа Пантократера, а был крест. И Грилло, кстати, видите, изображает там крест, крестик помечает, что это центр медальона. А уже только после победы, так сказать, над иконоборцами там появляется образ Пантократера, Вседержителя. И по одному из преданий, что Мухаммед поднялся наверх, был поражен ликом Христа Вседержителя, но выдержать тот взгляд, который сверху обращался на любую точку молильного зала, для мусульманов было просто невозможно. И они то ли из-за страха, то ли из-за страха, но мы с вами знаем, что и по канонам они могли это сделать, потому что, так сказать, это было тяжело видеть, что на них сверху смотрят Ликси. Держите, может быть, так сказать, как бы спрашивают, что же вы сделали. Вот они его решили закрыть. А остальные, видите, образы мозаичные все еще мы видим. И этот вопрос до сих пор даже турецкие и ученые задают, непонятно только одно, как османские богословы оправдывали наличие сохранения фигурных мозаичных изображений на стенах Святой Софии. И поэтому этот вопрос на него ответить мы только можем, так сказать, выдвигать свои предположения. Но вопрос действительно очень интересный. Хотя говорят, что после того, как развивались, так сказать, ну, обничтитилась Святая София, все меньше и меньше и меньше изображений мы могли увидеть и уже в середине 18 века остались только вот эти два серафима с закрытыми ликами. И когда Михаил Илларионович Галинищев-Кутузов в декабре 1792-1793 года в качестве чрезвычайного полномочного посла апостола Екатерины Великой к османскому султану посетил Святую Софию, то наш военный топограф Гаврила Сергеев нарисовал рисунок, то, что мы с вами видим, я показывал в предыдущей лекции и курящих этих муэзинов, которые там находились на этой трибуне, она уже имела максимально максимально исламизированный вид. Если только не было вот этих серафимов, то, ну а поскольку мы с вами знаем, что для мусульман серафима и ангела вообще не являлись так сказать людьми, это такие воздушные небесные силы так сказать не человеческие, уже не человеки, то тогда они вот может быть это и решили сохранить. А остальное все к сожалению не только постарались здесь землетрясения, но и зачистка местными местным духовенством, и это тоже обозначалось. И когда приезжали делегации, то считалось жестом доброй воли христианам и европейцам наскрести вот этой смальты в руку или подарить или продать, потому что они пользуются на рынке, на местном очень большим спросом. Поэтому одно дело так сказать физические катаклизмы а другое дело еще отношение местных властей, поскольку для мусульман все это представляло христианское наследие, ничего не представляло, наоборот, даже лучше его закрыть или зачистить, то мы с вами имеем то, что имеем. Больше 90% все это уже исчезло, к сожалению. Татарина Матфей, духовное семинарие, спасибо за лекцию. И вот такой вопрос для исторической справки, правильно ли считать, что крестовый поход 4-й 1904 года, как раз который повлиял на ослабление Византийской империи, является предпосылкой как раз к передаче мусульманам Софийского храма. Спасибо. Я понимаю вот эту связь, которую вы сказали, перепрыгнув, что она потом опять вернулась в лунное православие, можно было бы так сказать. Я бы сказал так, что 4-й крестовый поход нанес смертельный удар Восточно-римской империи, но как бы бомба замедленного действия. Несмотря на то, что и Латинян потом пришлось выгнать в 1261 году, но удар был настолько мощный, что к сожалению спасти уже было невозможно. Ферраро-Фландийская уния показала, что уже и император, и патриарх пошли на поклон к римскому папе, и это было показать для того, что настолько слабая была государственность. И я скажу так, что очень заметно, когда мощь, вот Истюнян это, наверное, апогей мощи Восточной Римской империи, то когда в конце 14-го, начале 15-го века по описаниям Святая София настолько в таком было плачевном состоянии, видно, что двор особо не мог собрать денег на ее реставрацию и посылали монахов из Канцинопольского патриархата на территорию современной метрополии. Тогда уже был митрополит Киевские всея Руси вот в эту метрополию посылали за милостынью, за деньгами, чтобы собрать на Святую Софию. Вот насколько дела обстояли плохо. Но содержать эту Святую Софию было настолько сложно для императорского двора, что это бремя выпало теперь на Османский Султанский двор. и когда уже Первая мировая война, было видно, что в таком же плачевном состоянии Святой Софии возможности на реставрацию нет, и опять она в таком ужасном состоянии, то есть физическое состояние двора влияло на физическое состояние Святой Софии. Вот эта связь очень здорово прочитывается. Это большая вообще финансовая нагрузка, и в том числе на современное турецкое правительство. Но правильно говорить, вообще крестовый поход 1204 года, я прошу обратить внимание студентов на этот поход, потому что если вы будете внимательно и глубоко изучать этот поход, то вы увидите сегодняшний день. Четвертый крестовый поход это наш сегодняшний день. Если мы себя поставим в положение нападения того же Запада на положение Константинополя, вот так нас будут грабить до последнего и убивать. И это вы почувствуете, когда прочувствуете, чтобы был четвертый крестовый поход. Это просто учебник. Что такое война на Украине? Я бы с этого и начинал. Четвертый крестовый поход. Вот с этой стороны обязательно посмотрите. И тогда вы знаете я на все смотрю как на промысел Божий. Вот то, что Господь попустил и сделал так, что на поклон православная вера пошла к папе, это тоже была проверка на прочность. И те люди, которые призывали к унии взять того же Георгий с халарьи. Это советник императора, который советовал на феррат французской унии принять. И Сидор, киевский и всея Руси, митрополит, который обещал нашему Василию Второму, что да, он там греков отговорит, и там не смотри, чтобы они грекам не продались. Потому что так наставлял его московский государь. И он обещал это. А оказался ревностным сторонником унии. И тот же самый Марк Эфесский, он тоже был сторонником унии вначале. Но когда он увидел, как себя ведут католики на переговорах, а из 18 протоколов 15 было с именами Марка Эфесска, он вел с православной стороны переговоры с ними, понимая, что он говорит, оппонирует им, они понимают, что они не правы ответить нечем, они говорят, дайте перейдем к следующему вопросу. Вот так переходили, пока император сказал, заткнись, иначе я тебя сейчас посажу. И Марков должен был вынужден покинуть знак протеста Константинополь, и потом еще его и посадили. Здесь для нас очень важно маски сброшенные. Четвертый крестовый поход сбросил маски с запада. Мы понимаем, вот все, генетический код прочитан. Вот нам бы его знать всегда, с кем мы имеем дело. Мы только сейчас говорим, надо же нас обманули. Это всегда будет так. Если вы будете, вы должны знать, с кем вы общаетесь. Поэтому промыслительно Господь нам показывает, вот кто у вас союзники. Поэтому можно по-разному смотреть, но я повторяю, что четвертый крестовый поход это сегодняшний день, и обращаю ваше внимание, перечитайте его, лучше из разных источников, это вам поможет понять, что сейчас происходит, где мы, и кто против нас.